Приветствую вас, и у лени, которую вы хотите побороть, есть, конечно же, свои причины, свои источники. Лень – это индикатор. Понимаете, не нужно побаривать лень, а мышцная лень – это ваша определенная потребность, и это потребность, которая, ну, как минимум, о чем-то говорит. То есть, лень говорит вам, что, например, тот же, чем вам нужно заниматься, допустим, не так важно, например, либо то, что вам нужно делать – это не совсем ваше, например, либо это как-то еще необязательно. То есть, лень – это показатель того, как вы относитесь к тому, что вам нужно делать. И для начала, если идти от простого к сложному, а именно так мы будем с вами двигаться, вам нужно проработать именно с моментом. Момент, когда речь идет о том, что может быть совсем и не так важно то, что вы делаете для вас. Момент о том, что может быть, может быть, то, чем вы занимаетесь, не является для вас таким первостепенным, каким вы его себе сами представляете. И тогда возникает вопрос, а кто вам дал такую установку, что вот то, что вы делаете, да, в общем, вы занимаетесь, является вас. Кто навязал вам это, вот, ответить на этот вопрос, я бы очень вам рекомендовал. Дальше. Дальше. Предположим, что все-таки то, что вы делаете, является, ну, все же важным. Все же важным. Очень важным, объективно важным, даже важным объективно для вас. В таком случае возникает вопрос о волевой регуляции. Волевая регуляция – это достаточно глубокая категория, которая включает в себя несколько элементов. Первый элемент – это элемент мотивации. И здесь мне бы хотелось сказать, что возможно, еще раз повторю, только возможно. Это не факт, что так оно и есть на самом деле. Но, возможно, вы не отдаете себе отсчет в мотивах, в мотивах на достаточном количестве необходимых для выполнения вашей деятельности. И тогда можно вести речь о поиске новых мотивов для того, чтобы вы успешно выполняли то, что вам нужно. То есть речь идет о придании вашей деятельности новых смыслов. Вы придаете своей деятельности новые смыслов. Это очень важно для того, чтобы ваша деятельность все-таки была успешной, чтобы она была эффективной, чтобы вы делали то, что вы хотите, то, что вам нужно делать. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, и второй аспект, который тоже очень важен – это аспект, связанный с тем, что вы стремитесь, стараетесь удержать фокус внимания на том, что вы делаете. То есть основная проблема линия – это то, что вас постоянно, все время что-то отвлекает. Чтобы, простите, не отвлекало вас ничего, нужно игнорировать наличие раздражающих факторов. А как игнорировать наличие раздражающих факторов? Только тренировки и развитием определенных к этому навыков. То есть для того, чтобы игнорировать то, что с вами происходит, то, что отвлекает вас, то, что не дает насредоточиться на том, что нужно, нужно тренировать и развивать. Как? Ну, во-первых, скажем пару слов о том, что представляет из себя, собственно, этот самый фокус внимания. Фокус внимания – это некая такая сфера, в центре которой находится то, что вам нужно делать, что вам нужно выполнить и выполнять. И проблема в том, что вы, когда начинаете что-то делать, в этот фокус внимания, в эту сферу вторгается что-то еще. Какой-то другой раздражающий фактор вторгается в то, что вы делаете, точнее, в то, что вы должны делать. И из-за этого ваша деятельность нарушается. Чтобы исключить наличие этого фактора, нужно делать следующее упражнение. Как я уже сказал, это навык, навык по игнорированию развивающихся элементов, которые всегда есть в нашей жизни. И этот навык нельзя, к сожалению, просто взять и, ну, как сказать, просто взять и начать использовать. Его нужно развить. Для этого берем листок бумаги и кладем его перед собой. И пытаемся, хотя бы две-три минуты, думать только о нем, о лиске мухаме, и ни о чем больше. Две-три минуты подумали, расслабились, передохнули и еще столько же времени начали о нем думать. Ладно посмотреть на него и, когда же на него, думать только о нем. Не обогнать мыслям, а другом о чем-то. Как бы вытеснять первоначальные мысли о этом листке бумаги. Вы удивитесь, насколько это будет сложно в первый раз, но потом у вас это будет получаться, и когда вы увидите, что у вас получается, можно время увеличить. Так увеличивать время можно до двадцати минут, до тридцати минут, а потом переходить к более сложным предметам. Например, этим предметом может быть стакан воды или что-то еще. И думать главное самоприняем только о том предмете, который вы выберете. Пожалуй, это то, что потом поможет вам учиться именно концентрировать свое внимание на чем-то одно, и не распылять его на другие вещи. Ну и наконец последний аспект, это то, что вам нужен мотив извне. Особенно если вы испытываете все равно недостаточную мотивацию и недостаточные средства для того, чтобы делать то, что вы хотите. И как бы мотивация извне, мотив извне заключается в том, что вы, например, если нужно что-то делать, какое-то механическое, вы, например, включаете музыку, или, например, включаете какое-то ритуальное действие и так далее. То есть вы с чем-то в своем сознании связываете то, что вам нужно сделать и что-то еще. Это что-то еще облегчит вам выполнение того, что вам нужно делать до бесчезав. Потому что когда вы сделаете это что-то еще, например, включите музыку, вы автоматически уже будете готовы к тому, чтобы делать то, что вам нужно делать. Далее вы пишите, что вы нервничаете из-за того, что ленитесь. Понимаете, нервозность, невроз, иногда же, как пытается быть тем, кем он не является на самом деле. То есть вы пытаетесь делать то, что вам не по душе, вы пытаетесь заниматься тем, видимо, что вам не очень нравится. Вы пытаетесь доставить себя делать то, что у него идет от души, вызывает некоторое отторжение и противоречие, то есть конфликт. Соответственно, именно причину того, что вы нервничаете, ну и надо разобрать более подробно, почему вы пытаетесь делать то, что вам не очень нравится, почему вы пытаетесь быть тем человеком, которым вы не являетесь. И, значит, все это вставляет вас это делать. В принципе, на этом разговор про лень. На этом ответ на ваш вопрос можно закончить. Немножечко, проводя итоги, хочется сказать, что лень – это часть ваших потребностей, ее не надо побаривать, ее нужно осознать. Ну и на понять, что хочет ваше сознание этим дать понять и пытаться это дать вашим вопросам. Потому что, выявляя потребности, мы ничего хорошего сами для себя не сделаем. И второй момент – это все-таки освоение волевой регуляции, придание больших смыслов тому, что вы делаете и тренировка консервации своего внимания над чем-то одном и устойчивость к отвлекающим факторам, которые есть всегда. Ну, например, предположим, что я вам вот сейчас записываю ответ, а у меня, например, за окном задается громкий шум. Если я захочу отвлечь на этот шум, то я, безусловно, как бы, ну, отвлекусь от вас и не смогу вам оказать, ну, соответствующую помощь, из-за чего потом вам будет хуже. То есть, меня шум, который на улице, он меня не отвлекает, потому что я знаю, что я сейчас отвечаю вам. На самом деле, меня ничего в этот момент отвлечь не может. И вот так же вам нужно поступать и самостоятельно. И поверьте, тогда на линии у вас просто не останется времени. Для этого вам нужно хотеть делать то, что вы делаете, понимать, для чего вы это делаете и уметь удерживать свой фокус внимания, если вы страдаете рассеянностью, например. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует...